Говорят, мир начинается с учителя. Кем бы ни стал человек, в его жизни обязательно были родная школа и учителя. Народному празднику в канун профессионального дня было посвящено торжественное мероприятие, которое прошло в ЦМТ. Букеты цветов, самые теплые слова, музыкальные поздравления – все это для наших дорогих и ценных педагогов. Более 400 человек собралось в Центре молодежного творчества. В мероприятии, посвященном Дню учителя, приняли участие ветераны педагогического труда, молодые учителя, руководители системы образования Брещены. В системе образования Брестской области созданы все условия для того, чтобы мы гордились достижениями наших детей. Если говорить о прошлом учебном годе, то самое главное достижение – это, наверное, 44 стобальных результата по централизованному тестированию, где трое из наших выпускников получили по двум учебным предметам одновременно по 100 баллов. Мы находимся на втором месте после города Минска, Брестская область. Кроме того, среди наших учеников есть и победители международных олимпиад, победители заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. И все это, без всякого сомнения, заслуга педагогов Брестской области. В этот день никто не скупился на добрые слова, ведь они в адрес тех, кто не только дает знания, но и воспитывает в ученике человечность и доброту, кто формирует мировоззрение ребенка. Образование Брестской области имеет достойный фундамент, профессиональный фундамент. И мы, в принципе, наверное, в этом году гордимся, как и в предыдущие годы. 32,5 тысячи педагогов Брестской области выполняют профессионально те функции, которые перед ними стоят, действительно. И по текущему моменту мы прекрасно понимаем, что нынче педагог – это не только тот человек, который дает профессиональные, качественные знания, это еще человек, который занимается и должен, и отвечает за воспитание подрастающего поколения. Это действительно так. Современный учитель, он легко общается с детьми, он коммуникативный и коммуникациирует со всеми, и взрослыми, и детьми, и с родителями, и с детьми надо находить общий язык. Современный учитель, он, конечно, на высоком уровне должен знать, как и всегда ранее, свой учебный предмет. И обязательно все-таки должен любить свою профессию, любить то дело, которым занимается, быть искренним и открытым с детьми. И тогда обязательно он сумеет получить колоссальное удовольствие от своей учительской работы. Чествование педагогов – самая торжественная и самая волнительная часть праздника. По традиции, лучших учителей наградили грамотами областного исполнительного комитета, областного совета депутатов, благодарственными письмами, а также нагрудным знаком выдатника эдукации. Эту заслуженную награду получил и директор Брестского колледжа сферы обслуживания Юрий Просмыцкий. В детстве и юности я очень активно занимался спортом. И для продолжения своей спортивной карьеры я выбрал для поступления на тот момент Брестский педагогический институт в факультет физического воспитания. К окончанию стал выбор – либо спорт, либо школа. Школа победила. Я думаю, не зря. Время подсказало, что это был правильный выбор. Но и со спортом я не расставался достаточно долго. Насколько это возможно, стараюсь быть активным и сейчас. Вы знаете, каждый из нас, наверное, в душе педагог. Глядя на своих детей, внуков, мы думаем о том, что нужно сделать, чтобы они стали настоящими людьми. Разница между семейным воспитанием и работой в некой должности, что у тебя один, два, три, если повезет, и больше детей. А здесь их сотни тысяч. И ответственность колоссальная у каждого педагога. И нельзя ни обмануть, ни предать. Среди перспективных кадров, которые пополнили когорту педагогов Брещины, выпускница Брестского государственного университета имени Пушкина Дарья Гернут. Девушка впервые отмечает профессиональный праздник. В сентябре учитель начальных классов провела первый урок. Я никогда не задумывалась о профессии педагога. В детстве всегда играла в школу. Папа сказал, ты будешь учителем. И все. Потом как-то поступило, меня тянуло к этому, к детям. И я захотела связать свою жизнь именно с этой сферой. Если учитель старается, если дети видят, что учитель старается, то они идут всегда к тебе навстречу. Учитель, как много теплых слов хочется произнести в адрес всех тех, кто вмещает в себя огромное количество любви, заботы и внимания всем тем, чем они так щедро делятся изо дня в день со своими любимыми учениками. Спасибо вам, учителя.